Отдыхающим оставаться в туристической зоне и не посещать дальние экскурсии. Сегодня в результате крупного теракта в турецком городе Суруч не менее 27 человек погибли и более 100 получили ранения. Молодец собаки, покусавший ребенка в Одинцовском районе Подмосковья, сдался полиции. Как передает LifeNews, хозяин пса сам пришел в отделение и сообщил, что во время выгула его питомцев один из них подбежал к идущему навстречу мальчику и покусал его. Ранее сообщалось, что он ребенку напал собак с породой Хаски, однако эта информация не подтвердилась. Это была собака японской породы Акито. В Москве 8 минуты плюс 17 градусов, осадков не наблюдается, давление низкое 737 миллиметров. Вести РАМ. Первые о главном. Вести экономика. На фоне падения покупательского спроса в России, производители продуктов питания начали искать способы, как снизить стоимость продуктов. В ход идут известные ходы. Выбор сырья подешевле, а значит и качеством ниже. Экономят также на упаковке. Выводы экспертов рынка продуктов питания изучил наш кномерский обозреватель Павел Анисимов. Производители продуктов вынуждены снижать издержки за счет качества и количества из-за роста цен и падения продаж. В июне спад в розничной торговле достиг 9,5%. При этом минимальный продуктовый набор подорожал с начала года почти на 15%. Самый простой способ сэкономить – изменить состав продукта в пользу недорогих ингредиентов. Например, некоторые изготовители кабачковой икры стали добавлять муку и другие наполнители. Автоматные пасти в качестве загустителя начали использовать дешевый крахмал. Всего больше классификата на полках с молочными продуктами. В ходу уже не только пальмовое масло, но и любой жир, хоть и говяжьего или свиного, рассказывает главный редактор портала Daily News непривычника. Сейчас нужно купить молочную продукцию, в которой нет ни грамм молока. Автоматные пасти в первую очередь пристает молоковесный продукт. Это кухни, горок, масло, метана. Данная важная проблема заключается в том, что, к сожалению, ее тоже интересуют. Изготовители сдерживают рост цен на продуктах, убавляя объем и вес упаковки. Например, дорогие йогурты разливают в меньшие стаканчики. Легче становятся ботоны хлеба и пакеты молока. Антикризисная упаковка рассчитана на тех. Кто замечает изменения на цепи, администрация обращает внимание на то, что следующая часть башки стала на несколько граммах лучше. Производители экономят и на стоимости самые верткие. Отмечает руководитель подрослевого портала Minipack.ru, Олег Салин. Погубе решили получать ноутбук 하ianne. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...